Приветствую вас и ваше поведение, которое, если является реакцией на измену мужа, можно разбить, разделить на две части. А первая часть, это если мужчина не хотел в душе того, что сделал, он сейчас сожалеет о том, что сделал, раскаивается, понимает, что предал вас, понимает, что поступал очень плохо, аморально, и старается свою вину загладить. В этом случае, конечно же, человека простить можно, но обязательным условием прощения является понимание причин измены мужа, понимание того, почему же человек так поступил, а не иначе, понимание того, ага, можно ли вы хотите ли удовлетворять желания человека, которые стали мотивом для измены и так далее. Только в этом случае измену можно простить. И поведение ваше в этом случае правильно является такое, когда вы говорите мужчине, хорошо, я готова обсуждать с тобой то, что произошло, я не доверяю тебе, мне очень больно, я обидена, оскорблена и так далее, но если ты расскажешь мне, почему ты это сделал, чего тебе не хватало, мы сможем прийти к какому-то решению и вместе не допустить повторения этой ситуации в будущем. Логично предположить, что обязательным условием для такого развития событий является тот факт, что мужчина действительно нацелен на конструктивный диалог, осознает свою вину, принимает ее и стремится вымолить у вас прощение. Если этого не происходит, значит, человек своей вины не осознал, предателем себя не считает и, соответственно, измена повторится вновь, как только того потребуют его интересы. То есть не было факта соблазнения мужчины, не было факта ошибки с его стороны, а именно соблазнение и ошибку можно простить. А вот осознанное, умысленное, волевое действие прощать нельзя. То есть даже делать здесь не прощение. Получается, что человек никогда не стремился защищать ваши интересы. Человек всегда руководствовался только своими интересами. И прощать некого, потому что простить можно того, кто этого прощения хочет. Простить можно того, кто осознает вину. Для того существует факт прощения. А если человек вины не признает, то и прощать некого, потому что вы прощаете того, кто не существует. И здесь нужно понять один важный момент. Что тот, кого вы любили, тот, кого вы считали своим мужем, в действительности живет только в вашем сознании. Либо, как это когда-то был, но сейчас этого человека уже нет. Это у него есть кто-то другой. Отдаленно похожий на того, кого вы любили, но уже не тот. И тогда получается, что правильное поведение для вас то, которое отвечает вашим интересам. Вашим целям и наиболее комфортному состоянию. То есть, если человек позволил себе действовать в своих интересах, то, соответственно, и вы можете позволять себе то же самое. То есть, действовать так, как лучше и удобнее вам, а не ему. И во втором случае, правильным поведением будет такое поведение, такие действия, такая деятельность, которые направлены на то, чтобы максимально обезопасить, максимально сделать легкой, комфортной, счастливой вашу жизнь и жизнь ребенка, за которого вы, конечно же, отвечаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Лучшим.